На РБК Уфа время самой актуальной информации. Мы вещаем из отеля Широтон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Здравствуйте. Своим опытом и личной историей с молодыми предпринимателями поделились известные представители бизнеса и власти региона. Встреча состоялась в рамках предпринимательского интенсива «Делай бизнес». О пути к самореализации рассказали ректора нефтяного университета Олег Баулин, блогер Рустам Набиев, основатель сети Айбетхаляр Марат Насхуддинов и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Глава регионального Кабмина подчеркнул необходимый навык для успеха, умение идти вперед, несмотря на провалы. Он рассказал о действующих в Республике мерах поддержки для бизнеса и отметил, что ставка будет делаться на молодежь и инновационное предпринимательство. Вот такая молодежь, которая будет формироваться уже в научном образовательном центре мирового уровня, будет проживать, учиться и работать в Международном кампусе. И в новом, конечно, это одно из направлений, которые мы будем особо поддерживать. Повторюсь, потому что это не просто предприниматель, это уже инновация, это то, что отличает выгодную страну, повышает конкурентоспособность, дает новые продукты, которые, может быть, еще и никто не знал. Интенсив «Дело и бизнес» проходит на площадке отеля «Шаратон Уфа». Слушатели примут участие в деловой игре «Город предпринимателей», который сочетает в себе нетворкинг и получение новых знаний в ведении бизнеса. Также пройдут интенсив «Бизнес на прокачку» с участием федеральных и региональных бизнес-трекеров, менторов и экспертов. В Нефтекамске запустили завод по производству полимерных смол. Объем инвестиций в проект составил 550 миллионов рублей. Предприятие выпускает связующие компоненты для изготовления лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, в частности, промышленные, автомобильные, грунтовки и покрытия. Мощности позволяют производить до 10 тысяч тонн продукции в год. Наша продукция реализуется на всей территории России. Как и на территории России, у нас есть 8 региональных складов, так и на территории стран СНГ. В частности, широко используется в странах Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и дальше, и даже поставляется в некоторые предприятия Средней Азии. Напомню, в прошлом году компания «Аттика» Нефтекамск открыла завод по производству полиэфирных смол для композитной отрасли мощностью 8 тысяч тонн. Суммарное вложение в производственный кластер руководство фирмы оценивает в 900 миллионов рублей. На новых предприятиях создано 90 рабочих мест. Ранее инвестора включили в реестр резидентов территории опережающего развития Нефтекамск. С 2019 года его участниками стали 22 компании, а объем привлеченных инвестиций составляет 1 миллиард рублей. В Башхортостане появится муниципальная округа. Такие поправки в республиканское законодательство одобрены депутатами госсобрания. Таким образом, местные нормативные документы привели в соответствие с федеральными. Новый вид муниципального образования, муниципальный округ, появился в России в 2019 году. Это несколько объединенных общей территорий населенных пунктов. Муниципальный округ отличается преимущественно городской инфраструктурой и высокой плотностью населения. Таким образом, упрощается система местного самоуправления и переход к так называемой одноуровневой модели. Перечень вопросов местного значения муниципального округа соотнесен с аналогичным перечнем для городского округа. Ну и кроме того, органы местного самоуправления смогут осуществлять отдельные государственные полномочия, которые им передали федеральные и региональные власти. На сегодняшний день у нас есть понятие муниципальных районов, но нет понятия муниципальных округов, которые закреплены. В федеральном законодательстве оно закреплено. И у нас фактически муниципальные районы, мы распоряжаемся землями, находящими право собственности, на которые не разграничено, они у нас могут выпасть. Для того, чтобы этого не произошло, мы просим нести изменения для того, чтобы привести в соответствие и с федеральным законом, и чтобы у нас не было расхождения. В муниципальный округ могут объединиться все поселения, входящие в состав района. При этом поселения и район утратят статус муниципального образования. Для объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, необходимо согласие населения. Налоговые льготы медучреждения в Башкортостане продлили еще на три года. Законопроекты депутаты Башкирского парламента рассмотрели на пленарном заседании парламента в первом чтении. Клиники освободили от имущественного налога до 31 декабря 2026 года. Воспользоваться преференцией могут медорганизации, которые осуществляют деятельность в сфере обязательного медстрахования и оказывают высокотехнологичную помощь по профилю акушерства и гинекологии. Выпадающие доходы регионального бюджета в этом случае оцениваются почти в 50 миллионов рублей в год. Мера позволит улучшить материально-техническое оснащение системы здравоохранения, отмечают инициаторы. Снижение материнской, младенческой и детской смертности, улучшение состояния здоровья детей и их материи. Предоставит возможность обновления имеющегося оборудования и приобретения дополнительных лекарственных средств. Также снижение налоговой нагрузки позволит сохранить достойный уровень зарплаты, которая как раз и борется за жизнь маленьких деток. В Федеральном Минздраве оценили идею распространить социальные доплаты на врачей, которые оказывают медпомощь в частных клиниках по программе ОМС. Такое предложение в Кабмин направил Всероссийский союз пациентов. И помощник главы ведомства Алексей Кузнецов ранее назвал идею странной, так как специальные соцвыплаты предназначены только для работников государственных и муниципальных медорганизаций. Башкортостан Регионального оборота планирует увеличить до 325 миллиардов рублей. Для достижения целей в рамках госпрограммы власти подготовили комплекс мер по содействию развитию экспортов и поиску контактов с новыми зарубежными партнерами. Также в программе обозначено формирование позитивного образа республики как площадки для организации деловых мероприятий и укрепления экономического сотрудничества с регионами России. Ну и напомню, по итогам прошлого года в первую десятку стран-контрагентов Башкортостана вошли Китай, Казахстан, Нидерланды, Беларусь, Латвия, Турция. Экспорт из региона подрос на 10% до 4 миллиардов долларов. Внешнеэкономическую деятельность в республике осуществляли около 2000 компаний. При этом число предприятий, которые отгружают за рубеж не сырьевые, не энергетические товары, за год выросло на 27%. Объем такого вида экспорта в 2024 году должен достигнуть 3 миллиардов 800 миллионов долларов. Такой показатель заложен в региональной программе. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК.